Так, ну давайте прежде всего разберем опять же домашние задачи, которые у нас в прошлый раз предлагались. В прошлый раз мы с вами начали работать с многообразиями, ну и в основном задачи тоже были связаны с многообразием. Так, первая задача состояла в следующей. Значит, у нас рассматривалось такое многообразие, группа действительных чисел профакторизованной оппозитой. Здесь предлагалось рассмотреть две функции. Значит, а это синус 2 пиньц, и вторая б это косинус 2 пиньц. Ну понятно, что это функции, которые один периодически, собственно говоря, наше множество тоже один периодическое. Поэтому как бы предлагалось использовать эти функции для организации структуры многообразия на вот этой вот фактор-группе r по z. То есть для этого нужно, конечно, чтобы локально эти функции в окрестности точки x осуществляли гомеоморфизм. Ну и спрашивалось тогда, какую из этих функций в каких точках можно использовать. Так, ну я напомню, что у вас доказывалась такая теорема в обратной функции, и она утверждает, что если у вас есть дифференцируемое отображение, то оно является локальным гомеоморфизмом, если производная отличная от нуля. Вот такое утверждение у вас есть. И давайте проверим, собственно говоря, производный, ну давайте в случае а, синус 2 пиньц. Значит, синус 2 пиньц, 3 правильный 2 пиньц, 8 с 2 пиньц. Так, нам важно, чтобы это было отличным от нуля, тогда будет локальный гомеоморфизм. Давайте приравняем к нулю. Получаем, что 2 пи х, ну когда косинус равен нулю, это точки вида пи на 2, плюс 2 пи n, где n принадлежит z. Разделим на 2 пи, получается, что х равно 1 четвертая плюс 1 четвертая, извиняюсь, здесь пи n. Плюс n на 2. Так, 1 четвертая плюс n на 2, да? Ну и понятно, что если мы рассматриваем r по z, то понятно, что можно рассматривать только интервал от нуля до единицы. Значит, на этом интервале можно взять такие точки, 1 четвертая и 3 четвертая. Итак, вот те точки, которые можно считать особыми, в которых у нас производная обращается в ноль. Ну и вот во всех остальных точках, значит, можно записать, что в случае а, если х не равно 1 четвертая и 3 четвертых, вообще говоря, по модулю единицы, то у нас получается, что в этих точках будет локальный гомеоморфизм. Существует локальный гомеоморфизм. Который задается как раз функцией инос 2px. Итак, локально можно найти такую окрестность точки х в нашем множестве, которая будет гомеоморф на открытому множеству напрямую. Так, ну а осталось рассматривать в случае 1 четвертая и 3 четвертых. Ну здесь как раз можно проверить, что в самих этих точках у нас вторая производная будет отлично от нуля. Если х равно 1 четвертая или 3 четвертых, то синус 2px вторая производная будет уже отлично от нуля. Но это означает, что в этих точках, как вы знаете, будет экстремум. Ну конкретно если вторая производная отрицательная, то это будет максимум. И наоборот, если вторая производная положительная, то это будет минимум. Ну а раз экстремум, то понятно, что уже локального гомеоморфизма не будет из-за того, что нарушается инъективность. Итак, напишу тогда. Нарушается инъективность. В окрестности точки х. Причем в любой достаточно малой окрестности уже инъективность нарушается. Так, ну в случае b все решение аналогично. И здесь нужно просто написать, что если х не равно нулю и одной второй по модулю единицы, то точно так же решается задача. В этом случае можно косинус 2px использовать в качестве локального гомеоморфизма. Так, фамилию скажите вашу. Бери. Так, вторая задача. Значит, здесь нужно было придумать структуру гладкого многообразия, наибольшей гладкости структуру. Гладкого многообразия. Гладкости k при максимально возможном k. Ну, ответ сразу напишу. Да, гладкого многообразия на поверхности куба. На поверхности куба. И его капросто. Ответ такой. Не был. То есть можно придумать структуру аналитического многообразия. Но вот прежде чем говорить о структуре аналитического многообразия, на кубе, точнее на поверхности куба, я бы хотел упомянуть обычную сферу. Значит, давайте начнем со сферы S2. Значит, здесь это как бы будет в качестве леммы тоже есть структура аналитического многообразия. И можно ее устроить с помощью, например, двух стереографических проекций. Давайте я сейчас расскажу, как это делается. Многие писали о том, что такая структура существует. И как-то я не очень, так сказать, увидел доказательства этого факта. Хотя некоторые пытались что-то доказать. А некоторые доказывали даже правильно. Я засчитывал задачи. Но не все. Так, значит, я рисую сферу единичного радиуса. Так, значит, давайте сделаем вот что. Значит, уравнение сферы, как вы знаете, X2 плюс Y2 плюс Z2 равно единице. И, соответственно, оси X, Y, Z. Значит, стереографическая проекция подразумевает следующее. Давайте возьмем северный полюс N и сюда поместим источник света. В южном полюсе мы прорисуем касательную плоскость. Вот такая вот достаточно большая плоскость, которая касается, ну, южного полюса. Так, дальше, значит, мы возьмем следующее. Мы возьмем точку на поверхности сферы S. И будем считать, что источник света, находящийся в северном полюсе, бросает, так сказать, то есть точка S, находящаяся на поверхности сферы, бросает тень от источника света, находящегося в точке N. То есть, фактически, мы проводим луч из точки N, проходящей через точку S, до пересечения с плоскостью, вот давайте напишем, плоскость R2. Собственно говоря, вот это вот отображение, которое точки на сфере сопоставляет ее проекцию на плоскости, называется стереографической проекцией. Вроде проекция обозначена. Итак, точка S имеет координаты XYZ, точка P имеет координаты UV. Ну и давайте оси координат я выберу так, значит, ось U. Понятно, что это должны быть координаты на плоскости, вот это R2. Значит, ось U я проведу параллельно оси X, а ось V параллельно оси Y. Так, дальше мы давайте сделаем следующее. Соединим точку L и P, то есть южный полюс с точкой P. Понятно, что здесь у нас образуется прямой угол. Так, ну и, соответственно, через точку S проведем прямую параллельную прямой LP. Давайте обозначим M. Итак, еще раз, прямая MS параллельно прямой LP. Так, дальше давайте сделаем следующее. Из точки P опустим перпендикулярно на ось U. Давайте как-то вот здесь обозначим R. С одним точкой R с точкой N. Так, и, соответственно, такую же прямую параллельную PR проведем через точку S. Здесь R с и U. Так, ну понятно, что у нас образовались подобные треугольники. Вот эти подобные треугольники, то есть вполне такая школьная геометрия, используют для того, чтобы найти связь между координатами точки S на сфере XYZ и координатами проекции U и V на касательную плоскость. Давайте такую связь найдем. Значит, какие здесь есть подобные треугольники? Значит, запишем сначала какой-то треугольник. Треугольник. Да, вот здесь вот точку я не обозначил. Давайте K. Треугольник NKS подобен треугольнику NLP. Так, ну и, соответственно, мы можем записать тогда, что NK так относится к NL. NK лежит на оси OZ и NL тоже лежит на оси OZ. Так, как, соответственно, NS относится к NB. Так, это треугольники. Одна пара треугольников. Значит, вторая пара треугольников. Давайте такая. Треугольник NMS подобен треугольнику NRP. Так, ну понятно, почему. Потому что здесь у нас MS, действительно, мы говорили параллельно RP. Так, ну и, соответственно, мы можем сказать тогда, что... Что здесь у нас будет NMS, да? NMS так относится к RP, как MS относится к NB. Так, ну, замечаем, что здесь правые-то у нас отношения равны. Значит, отсюда можно сделать вывод, что NK так относится к NL, как MS относится к RP. Так, ну теперь давайте все это переводить в координаты X, Y, Z, U и V. Значит, NK. NK – это у нас точка K находится на одной высоте с точкой S. S имеет Z-овую координату Z. K, значит, тоже имеет Z-овую координату Z. Значит, соответственно, отрезок NK будет равен чему? Единица минус Z. Так, NL. NL – это диаметр нашей сферы. Я говорил, что сфера имеет единичный радиус. Значит, диаметр равен двойке. Так, дальше. Давайте посмотрим на PR. PR у нас отрезок, который параллелен оси V. Соответственно, понятно, что точка P, имеющая координату V, как раз длина этого отрезка будет точности равна V. И так в знаменателе здесь будет стоять V. Так, и, наконец, точка MS. Фактически вот это расстояние MS, или, можно сказать, отрезок MS, является перпендикуляром, опущенным из точки S на плоскость X, O, Z. Соответственно, поскольку S у нас имеет координату Y, то, соответственно, расстояние от M до S, то есть, насколько удалена точка S от этой плоскости, еще раз повторю, плоскость X, O, Z, она как раз должна быть равна Y. И так получается, что здесь у нас Y. Так, ну и связь таким образом у нас такая. Значит, наша цель выразить отсюда V, координаты проекции, значит, V получается равно 2Y делить на 1 минус Z. Ну и аналогично выражается U. Значит, U, давайте я сразу напишу в качестве ответа, будет равно аналогично 2X делить на 1 минус Z. Так, ну для того, чтобы выяснить, какой гладкости у нас получается структура многообразия, понятно, что нужно сделать следующее. Во-первых, где у нас возникает открытое множество на сфере гомеоморфной вот этой плоскости? Понятно, что мы должны взять все точки сферы, кроме чего? Кто скажет? Кроме Северного полюса, правильно? Потому что это единственная точка, которая не бросает тень на плоскость. А все остальные точки, получается, гомеоморфные отражаются на плоскости А2. Итак, получается, что первая наша карта имеет такой вид. Давайте я здесь смотрю. Итак, я напишу так. Карты на сфере. Итак, U1, первое открытое множество, это будет S2 без северного полюса, без точки M. Ну, а альфа, собственно говоря, это стереографическая проекция. Итак, координаты точки на плоскости соответствующей точке S, которую мы взяли. Еще раз повторю, что U будет равно у нас 2х 1-z и V будет равно 2у на 1-z. Так, ну, понятно, что одной карты недостаточно. Вообще говоря, можно доказать, что нельзя придумать одну карту на сфере, то есть сфера негомеоморфно, открытого множества в R2. Вся сфера целиком. А вот 2 карты вполне достаточно. И чтобы получить вторую карту, очевидно, нужно что сделать? Прорисовать еще в северном полюсе такую же вот точную плоскость. Давайте здесь напишем опять-таки координаты возьмем. Координаты, которые параллельно оси X обозначим U' и, соответственно, здесь обозначим V'. И устроим теперь из южного полюса стереографическую проекцию на касательную плоскость в северном полюсе. Я не буду подробно так все выводить. Напишу, что вторая карта U2 у нас будет S2 минус южный полюс минус L бета стереографическая проекция уже на верхнюю плоскость. Ну и, соответственно, давайте запишем здесь U' будет равно. Чему оно здесь будет равно? Оно будет похожей формулой 2х, только на 1 плюс z. А V' равно 2у на 1 плюс z. Так, ну, нам нужно найти связь между координатами, скажем, точки на нижней плоскости и координатами точки на верхней плоскости. То есть сквозные отображения вас интересуют. Какие отображения? А именно альфа композиция в бета минус 1 и в бета композиция альфа минус 1, которые действуют, соответственно, из R2 в R2. Итак, вот эти сквозные отображения как раз и определяют, какой гладкости многообразия мы получили. Так, ну давайте посмотрим, что здесь мы можем извлечь из этого. Да, конечно, мы говорим. Давайте запишем здесь. R2 и напишу так, со звездочкой, так звездочку поставим. Значит, R2 со звездочкой это будет R2 без нуля. Почему нужно выкинуть 0, я думаю, понятно. Потому что наша цель исследовать вот эти вот сквозные отображения или отображения склейки, которые возникают там, где у нас пересекаются две карты. Если мы возьмем вот пересечение, U1 пересеченное и U2, то что мы должны сделать? Как раз мы должны рассмотреть ту часть сферы, которая не содержит что? северного и южного полюса. То есть, у 1,3, наверное, здесь равенство я поставил. Это будет S2 минус северный и южный полюс. Ну, а, соответственно, получается, что те точки, которые, если мы вырежем из сферы северный и южный полюс, те точки, которые возникают на плоскостях, это будут как раз точки R2 без нуля. Поэтому вот именно вот без нуля, конечно, мы должны рассматривать обе плоскости. Без начала кардинал. Так, значит, давайте попробуем вот что сделать. Написать, во-первых, U2 плюс V2. Значит, это будет у нас что такое? 4x2 плюс y2 9 на 1 минус z2. Так, ну, так как у нас на сфере у нас выполняется условие x2 плюс y2 плюс z2 равно 1, то сумма x2 плюс y2 то же самое, что 1 минус z2. Итак, получается, 4 единицы минус z2 делить на 1 минус z2. Или 4, 1 минус z делить на 1, 1 плюс z, извините, а здесь 1 минус z. То есть 1 минус z мы можем сократить. Так, ну и аналогично U3 в квадрате плюс V3 в квадрате можно заметить, что это будет все то же самое, только 4 будет. 1 минус z делить на 1 плюс z. Так, дальше давайте вот что сделаем. Разделим U на U3. Значит, понятно, что подеяние U на U3 у нас 2x сократятся и получится 1 плюс z делить на 1 минус z. Так, ну, а отсюда мы получаем, смотрите, вот эта вот дробь 1 плюс z на 1 минус z. Это у нас что такое? Давайте отсюда выразим. Это 4 делить на U' в квадрате плюс V' в квадрате. Итак, отсюда получается, что U равно будет 4 U' в квадрате плюс V' в квадрате умножить на U'. Так, и так вот мы нашли зависимость. Аналогично V будет равно 4 делить на тоже U' в квадрате плюс V' в квадрате умножить на 4. Так, ну и видно, поскольку у нас мы как раз 0-то и выбросили, значит, начало, когда у нас одновременно U' и V' не обращаются в 0, ну, соответственно, получается, что вот эти вот аналитические функции. и так связь между координатами выражается функциями класса L. Так, и так, что мы сделали? С помощью двух стереографических проекций мы фактически построили структуру аналитического многообразия на сфере S2. А вот теперь мы как раз вернемся к задаче на поверхности куба. Значит, это я сейчас сотру. Значит, на поверхности куба давайте сделаем вот что. Во-первых, отобразим куб на сферу. Значит, давайте я напишу отображение апсида, например, которое отображает куб на сферу S2. Ну, точнее, поверхность куба. Ну, а именно просто точки X сопоставим X делить на модуль X. Где модуль X это расстояние до начала координаты. Так, я думаю, понятно, что это гомеоморфизм. Так, ну и теперь вот что. Значит, у нас есть таким образом с помощью отображения апсида мы можем рассмотреть карты уже на карты. На карту, то есть на поверхности кубы. Давайте возьмем такую карту. Первая первая карта это будет и минус первая от О1 и отображение на плоскость мы возьмем такую. Сначала мы возьмем Пси потом композицию С. Так, давайте проверим. Если мы сейчас применяем Пси вот к этому выражению, Пси минус первая Пси сократятся, а потом альфа У1 отобразит куда? Ну, открыто множество плоскость которая касается южного полюса. Так, ну и вторая карта Пси минус первая от У2 и бета композиция Пси. Так, я утверждаю, что это тоже многообразие получается класса омега, то есть аналитическое многообразие. Давайте в этом убедимся. Опять-таки мы должны составить сквозные отображения альфа композиция Пси композиция бета композиция Пси минус первой. Это будет альфа композиция Пси композиция Пси минус первая композиция бета Пси минус первая благополучно сокращаются получается бета минус первая извиняюсь получается альфа композиция бета минус 1. Ну, а мы знаем, что это отображение уже класса амин. Оно задается аналитическими функциями. Мы явно нашли эти функции. Так, ну, понятно, что и второе аналогично. Значит, бета-композиция в 7. Альфа-композиция в 7 минус 1. Это будет бета-композиция альфа-минус 1. Так, итак, мы построили структуру гладкого многообразия на поверхности куба. Обращаю внимание, что вот это отображение не обязано быть гладким. Здесь просто мы построили гомеоморфизм. Но дело в том, что когда мы строим сквозные отображения, все равно вот это отображение у нас уничтожается. Поэтому фактически все, так сказать, вся сложность, так сказать, или структура гладкости, она определяется на самом деле тем, что мы построили на сфере. А на сфере у нас аналитическое многообразие. Соответственно, как бы, независимо от того, какой гладкости вот это отображение, у нас все равно Ну, на поверхности куба тоже возникает аналитическое многообразие. Так, ну вот так решается вот эта задача. Так, дальше. Задача номер 3. Значит, здесь предлагалось проверить. Будет ли топологическая группа G. Давайте напишем, я говорил, условие Т1 выполняется, то есть каждая точка является замкнутым множеством. Будет ли топологическая группа G обладать эквивалентными аксиомами отделенности? А именно такими Т0, Т1, Т2 и Т3. Так, ну на самом деле эквивалентность Т0, Т1 и Т2 у нас была доказана лекция. Значит, осталось только проверить, будет ли эквивалентна Т3 с предыдущими аксиомами. Так, ну и понятно, так сказать, что из Т3, очевидно, Т1 вытекает. Из Т3 вытекает Т1. В этой нетривиальной части нужно было показать, что из Т1 вытекает Т3. Из Т1 вытекает Т3. Я вот поставлю знак вопроса. Ну, идея такая же примерно, как я действовал на лекции. Сейчас я это докажу. Итак, что такое аксиома Т3? Мы должны проверить, что если есть какая-то точка Х, принадлежащая G, и замкнутое множество F в G, такое, что Х не принадлежит F, то они обладают непересекающимися окрестностями. То они обладают непересекающимися окрестностями. Так, я вот поставлю знак вопроса. Можно ли так вот сделать, чтобы они обладали непересекающимися окрестностями? Так, ну понятно, что с помощью, скажем так, сдвига можно точку Х перевести в нейтральный элемент. И фактически мы будем доказывать, что Е, нейтральный элемент, и F такой, что Е не принадлежит F, то они обладают непересекающимися окрестностями. Вот все сводится. Сведем с помощью сдвига к такому случаю, когда у нас Е и замкнутое множество F. Так, ну понятно, что в этом случае можно написать тогда, что отсюда следует, что F минус 1 тоже замкнутое множество, не содержащее E. Понятно, почему, потому что отображение инверсии, оно, как вы знаете, является гомеоморфизмом, а значит сохраняет замкнутое множество. Так, тогда мы можем записать, что U G минус F G минус F минус 1 напишем. Это будет окрестность Е такая, что F минус 1, пересеченная с U, пустое множество. Это равенство и обозначение. Итак, F минус 1 – это замкнутое множество, которое имеет пустое пересечение с окрестностью U. Так, отсюда следует, в частности, что U, F это окрестность F такая, что E не принадлежит U, F. Так, во-первых, почему U, F – окрестность F? Давайте вот это объясним. Мы знаем, что U является окрестностью, то есть открытым множеством. А если открытое множество умножить на замкнутое, получится открытое множество или нет? Давайте так напишу. U, F – это фактически объединение множества вида U умножить на F, где F пробегает F в большое. Мы знаем, что если совершить правый сдвиг, то есть U умножить на F – это будет открытое множество. Любое объединение открытых множеств в определении топологии тоже открытое. Итак, мы доказали, что вот это все объединение тоже открытое. Открытое множество. Теперь осталось объяснить, почему U, F не содержит точки E. Ну, давайте на секунду предположим, что E принадлежит U, F. Так, пусть E принадлежит U, F. Тогда что это означает? Это означает, что E представляется в виде U0 умножить на F0. Так, ну, а тогда, если мы домножим на F-1, на F0-1, мы получим, что F0-1 равно U0. И тогда мы получим, что у нас вот эти множества, вопреки нашему предположению, все-таки имеют нетривиальное пересечение, потому что у нас это один и тот же элемент, который одновременно лежит и в F-1 и U. Там и там. Так, что я напишу, что так принадлежит F-1, пересеченное С, то есть противоречие. Итак, мы будем отталкиваться от того, что мы нашли такую окрестность множества F. Вот она у нас, окрестность F. Но почему это окрестность F, я думаю, понятно, потому что в U у нас содержится E, значит, когда вы E умножаете на F, то F содержится в этой окрестности. Итак, есть такая окрестность F, что E не принадлежит UF. Так, дальше давайте воспользуемся тем, что у нас существует V окрестность нейтрального элемента такая, что V минус 1 умножить на V содержится в U. Так, это вытекает из того, что отображение, которое в паре элементов X, Y, в порядочной паре X, Y, сопоставляет X минус 1 умножить на Y, оно у нас непрерывно. Непрерывно в нашей типологической группе. И, соответственно, можно тогда найти такую окрестность E, что V минус 1 на V содержится в U. Так, тогда покажем, что V и V умножить на F – это искомые окрестности E и F. Так, ну, относительно VF мы уже знаем, что это окрестность, так же, как мы UF доказывали. Итак, это окрестность F. Так, V у нас окрестность E. Окрестность E. Ну и осталось только проверить, что они имеют тривиальное пересечение. Ну, давайте это докажем. Итак, пусть у нас какой-то элемент A принадлежит V, пересеченный с V умножить на F. Тогда отсюда следует, что A можно записать в виде V1 и в виде V2 умножить на F. Так, ну, тогда я отсюда напишу, что отсюда следует, что E будет представляться в виде A в минус первой умножить на A, то есть V1 минус первой, V2 умножить на F. То есть, V1 минус первой умножить на V по нашему построению, из того, что это произведение лежит V, это будет какой-то элемент U0 умножить на F. 0 умножить на F. Итак, мы показали, что у нас на самом деле UF это окрестность такой F, которая содержит точку E. Итак, отсюда мы получили, что E принадлежит UF. Ну, а у нас раньше было доказано, что E не принадлежит F. Ну, противоречие. Так, ну вот, задача эта полностью решена. Обращаю внимание, что мы нигде в процессе решения условием T1 на самом деле не пользуемся. То есть, фактически мы доказали, что в любой топологической группе всегда аксиома деримости T3 выполняется. Проверьте еще раз внимательно вот этот ход рассуждения. Вы увидите, что я нигде не пользовался аксиомой T1. Так, ну и осталась задача 4. Ну, задача 4, она существенно более простая. Номер 4. Ответ там был такой нет. Ну, я бы, по-моему, все ее сделали. Значит, пример нужно было, конечно, привести. Пример можно такой взять. R. Топологическая группа, а в ней, например, Z. Которая является подгруппой, естественно. Вот Z является замкнутым, но не является открытым, если вы рассматриваете, естественно, топологик. Вот этого примера вполне достаточно, поэтому это объясняет, что там вот поменять слова открытые и замкнутые между собой невозможно. Так, ну вот все. Мы кратко рассмотрели, значит, решение домашних задач. Дальше мы должны переходить к новой теме. Так, значит, тема у нас сегодня такая. Под многообразие. Под многообразие. Так, ну сначала напомню определение многообразия. Итак, Хаусдорфово. Топологическое пространство. М со счетной базой топологии. Хаусдорфово. Топологическое пространство. М со счетной базой топологии. Называется многообразие. Если для любой точки Х, принадлежащей М, существует локальная система координат или карта, то есть множество у альфа, такое, что у – это открытое множество, содержащей Х, или окрестно с точки Х, а альфа – это гамемортизм У на какое-то открытое множество варек. Ну и в этом случае вы знаете, что М должно быть одно и то же для всех пересекающихся карт. Ну и в этом случае пишут, что М – это размерность пространства. Многообразие. М – это размерность пространства. Так, ну и картинку, которую я рисовал, она у нас часто будет возникать. Это у нас М. Многообразие. Есть какая-то точка Х. Это ее окрестность У. И гамемортизм альфа я буду рисовать всегда вот так. Я буду считать, что вот этот прямоугольник у нас всегда открытый и является как раз открытым множеством варек. Итак, альфа осуществляет гамемортизм окрестности У на открытое множество варек. Так, дальше мы говорили о том, что такое гладкое многообразие класса ЦК. Что я тут напишу определение. М называется гладким многообразие класса ЦК, где К принимает значение 0, 1 и так далее. Пробегаются натуральные числа, потом бесконечность и омега. 0, это означает, что да, многообразие класса ЦК, если если для любых двух пересекающихся карт если для любых пересекающихся карт и место у карты из атласа многообразия выполняется следующее. Значит, карту я напишу так У1 альфа и У2 бета для любых двух таких пересекающихся карт то есть У1 пересеченная СУ2 не пусто. Выполняется то, что функции склейки альфа композиция бета минус первой и бета композиция альфа минус первой которые действуют естественно из РН в РН является К гладкими является К гладкими является К гладкими и так о гладкости мы говорим только в том случае если возникают вот такие сквозные отображения они возникают как раз в том случае если карты попарно пересекаются так, ну еще раз значит К равное нулю означает, что соответствующие функции являются просто непрерывными К равна 1 означает один раз непрерывно дифференцируемые и так далее что такое для натуральных это понятно бесконечность означает, что просто гладкие функции или бесконечно дифференцируемые ну и Омега означает, что они являются аналитическими то есть представляются в окрестностях каждой точки вот рассматриваемой они представляются сходящимися степенными рядами да вот по поводу кстати вот первой задачи я так и не сказал а вообще говоря вот мы взяли например синус и косинус да вот понятно, что этих двух гомиоморфизмов достаточно, чтобы построить структуру многообразия на окружности ну фактически R по Z фактор группы это же окружность вот а спрашивается какая структура там возникает вот я это не написал а на самом деле если вы посчитаете обратные функции например обратная к синус 2PX какая будет функция это будет единица делить на 2P арксинус арксинус X действительно подставьте эту функцию сюда вместо аргумента X понятно, что 2P сократятся синус от арксинуса даст нам снова X при подстановке получается функция X вот если так сказать проверить функции склейки взять косинус взять синус то легко проверить что она получается аналитическая функция то есть там все выполняется вот и таким образом эти две карты образуют на окружности структуру аналитического многообразия ну и собственно говоря и на сфере мы видели примерно то же самое тоже есть структура аналитического многообразия так и так что такое гладкое многообразие класса ЦК мы вспомнили значит такое вот важное замечание значит пусть пусть M гладкое многообразие класса ЦК и пусть открытое тогда вот на этом открытом множестве в M тоже автоматически возникает структура гладкого многообразия давайте запишем тогда U тоже обладает структурой гладкого многообразия класса ЦК так как эту структуру получить ну во-первых нужно указать атлас значит атлас будет такой пусть у нас на M атлас атлас такой U и альфа и а здесь мы на U укажем такой атлас U и пересеченный с U и альфа и которые сужены на вот такие пересечения U пересеченные с U легко проверить что получается атлас той же самой того же самого класса гладкости то есть класса K атлас на U и так если есть открытое подножество в любом многообразии оно автоматически тоже снабжается структурой многообразия так ну и вот давайте важный пример который дальнейшем будет использоваться G L N R многообразие класса Омега давайте это докажем так рассмотрим отображение D который действует из M N R R понятно что матрица сопоставляется определитель A понятно что GLNR естественным образом было N N R то есть на GLNR конечно тоже такое же отображение действует так дальше можно заметить следующее что у нас давайте так напишем значит GLNR это множество матриц X M N от R такие что определитель X не равен N или это дополнение к множеству как раз X из M N от R которых определитель равен а дополнение вот так чертой сверху значит так иногда обозначают дополнение так итак если мы рассмотрим это множество это фактически прообраз нуля при отображении D то есть это D минус 1 от 0 так но отображение D оно же естественно непрерывно потому что задается многочленом каждой матрице сопоставляется многочлен от коэффициента этой матрицы поэтому получается когда мы здесь рассматриваем детерминат минус 1 от 0 0 естественно это замкнутое множество значит детерминат минус 1 тоже будет замкнуто а раз к нему дополнение то это будет открыто итак вывод такой GLNR GLNR это открытое подмножество MNR которое можно считать изоморфным естественно как многообразие изоморфно R N квадрат понятно почему потому что матрицу можно записать как вектор длины N квадрат так ну вот значит на GLNR возникает структура того же самого многообразия которое есть в R N квадрат а в R N квадрат конечно у нас структура аналитическая потому что понятно там одна единственная карта с тождественным отображением и так мы показали тем самым что GLNR группа топологическая она одновременно может быть наделена структурой аналитического многообразия это в дальнейшем нам потребуется когда мы будем строить уже структуру группы Ли на GLNR так так дальше нам потребуется функции на многообразиях сначала что такое функция класса CK на многообразии пусть у подмножество M открытое и функция F действует из U значит F называется гладкой на U класса CK если для любой карты у ИТ Альфа ИТ такое что U ИТ пресеченное с U не пусто опять же возникает у нас что отображение вида F композиция Альфа ИТ в минус первое которое будет действовать откуда куда из-за РН Сначала Альфа ИТ в минус первое из РН будет действовать на УИТ А из УИТ поскольку она имеет нитривиальное пресечение СУ соответствующий образ под действием F будет отображать ВР значит если вот это отображение F Альфа минус первое гладкое класса ЦК так еще раз функция определенная на открытом подножности в многообразии называется гладкой класса ЦК если все вот такие композиции являются гладкими класса ЦК так дальше такое определение так то есть у нас теперь M и N многообразие размерности M и N соответственно в дальнейшем мы будем рассматривать под многообразие и вложение многообразие поэтому у нас фактически будет всегда рассматриваться случай когда M меньше либо равен зафиксируем что у нас M не превосходит M так отображение ПСИ из М В называется гладким ну опять же гладкость можно понимать в смысле класса ЦК я не буду каждый раз это писать я буду как бы просто писать гладким понятно что имеется ввиду значит если для любой окрестности у M и для любой гладкой функции G которая определено принимает значение в R значит функция G композиция ПСИ вот так гладкая функция и так еще раз ПСИ действует у нас куда из M в N а нехорошо нехорошо сейчас 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 нет все правильно да G композиция ПСИ должна быть гладкая функция и так еще раз для любой функции G только U нужно взять из N тогда у нас ПСИ будет действовать из M в N а G соответственно будет действовать из U в R тогда вот это должно быть G композиция СИ гладкая функция гладкая функция сейчас как нехорошо как напишем G это будет действовать на ПСИ от U в R на ПСИ от U в R а здесь у нас U все-таки на M и так U лежит на многообразии открытое множество а G уже образ этой окрестности переводит в R тогда у нас получается G композиция и гладкая функция уже определенная на U так и так мы определили что такое гладкое отображение многообразий так ну на самом деле это равносильно вот чему давайте запишем это равносильно тому что если у нас на M есть атлас U итое альфа итое а на N есть атлас V житая B это житая так то у нас так то у нас как бы у нас есть M M отображается в N здесь у нас есть атлас с отображениями альфа и T здесь атлас с отображениями бета житая так значит очевидно мы должны взять такие композиции значит бета житая композиция и композиция альфа и T минус первая будут действовать из вот это должно быть гладкое отображение итак если для любых таких вот значений индексов иежи для любых иежи там где у нас определено естественно отображение оно будет определено как раз там где у нас ну будем считать что ПСИ у нас на всем многообразии M задано пусть так тогда оно везде будет определено и соответственно если эти отображения гладкие тогда мы говорим что у нас ПСИ является гладким отображением многообразием многообразием поэтому оно эквивалент так дальше определение регулярного точки отображения 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 итак пусть у нас ПСИ МВН гладкое отображение так ну в дальнейшем нам как правило нужно будет многообразие то есть отображение только гладкости бесконечность поэтому я буду считать если что у нас класса бесконечность как минимум вот такого значит для наших целей этого достаточно так это отображение называется регулярным точке X0 принадлежащей M если если оно локально инъективно точке X0 так ну что такое локально инъективно нужно объяснить значит это означает следующее так локально инъективно слово означает следующее значит существует пара карт одна из них у альфа например где X0 принадлежит вторая карта В Б первая карта на M на M вторая карта на N ну как вы догадались если мы возьмем Psi от X0 значим Y0 то Y0 должна принадлежить V значит и с таким условием значит что бета от I от U это 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 бета от V пересеченное с R N где R N некоторое подпространство в R N значит вообще говоря бета действует у нас в R N потому что у нас размерность N равна многообразие N равна у нас N малая ну и соответственно здесь у нас бета от V ну лежит в пространстве R N так ну давайте картиночку соответственно я тоже нарисую значит вот у нас это у нас будет как бы многообразие N так ну вот отображение Psi как бы я буду считать как бы просто как положение рисовать то есть вот у нас есть многообразие M которое как бы уже вложено в N с помощью отображения Psi может сказать что Psi как бы наложение вот вот это многообразие M на N так вот у нас есть точка X0 и вот в M у нас есть окрестность этой точки окрестность U так дальше смотрите что у нас есть отображение Beta которое отображает окрестность V вот я здесь нарисую окрестность V Beta отображает ее на открытое множество V которые как обычно рисуют прямоугольные и так это у нас так ну вот образ Beta от V это как раз этот прямоугольник Beta от V ну а чтобы получить образ окрестности U вот у нас окрестность U как бы на самом деле это Psi от U потому что мы вложили это V значит это у нас получается Psi от U после вложения многообразия и вот это Psi от U если подействовать Beta она фактически это Beta от V вот это окрестность которой нужно пересечь с Rn вот у нас есть здесь какое-то подмножество Rn и так получается что у нас при пересечении нашего открытого множества Beta от V с Rn получается как раз образ вот этой окрестности Psi от U вот как бы локально что это означает ну можно это еще и записать так что значит здесь у нас получается при отображении в N здесь же у нас будет еще и точка Y0 как бы X0 у нас отображается в Y0 значит получается что у нас в окрестности точки Y0 Psi от U задается в окрестности точки Y0 локально такой системы значит именно Y M плюс 1 равно 0 и так далее YN равно 0 можно так сказать если мы многообразие задаем такими условиями что соответствующие координаты в количестве N минус M обращаются в 0 значит понятно что образ будет многообразием размерности M так ну и вот собственно говоря локальная инъективность как раз отсюда как бы и понятно что это означает что у нас многообразие M вкладывается в многообразие N без понижения размерности почему потому что смотрите вот в окрестности любой точки точнее в точке X0 именно в этой точке вложение ставится без понижения размерности потому что окрестность точки X0 вот она у нас при отображении Psi она отображается в Psi от U а Psi от U это получается сечение окрестности бета от В плоскостью РМ. И, соответственно, это сечение будет иметь размерность М. То есть без понижения размерности. Напомню, что М у нас тоже имела размерность М. Размерность М была равна. Так, ну вот, дальше такое вот утверждение полезное. Утверждение 1. Значит, из которого, может быть, будет понятно, как проверять, что отображение является регулярно в точке Х0. Итак, гладкое отображение. Гладкое отображение Пси МВ регулярно в точке Х0. Тогда и только тогда, когда его дифференциал, то есть Д Пси точки Х0 и МВ. Так, ну вот здесь нужно объяснить, что такое дифференциал гладкого отображения многообразий. дифференциал. Итак, вообще говоря, Д Пси Д Пси это отображение, которое касательное пространство к многообразию М, переводит касательное пространство к многообразию М. То есть я так напишу dpc, касательное пространство к многоразию m я буду обозначать вот так вот, x, mx переводит касательное пространство mc от x. Так, ну вот векторы из касательного пространства можно рассматривать как дифференциальные операторы первого порядка. И вообще говоря, они действуют на гладкие функции. Значит, с точки зрения вот такого определения, как действие осуществляется на гладкие функции, я могу записать еще так. Это равносильно тому, что dpc от v, где v это как раз элемент mx, то есть касательный вектор, dpc от v действует на гладкую функцию g, это будет v от g от v. Вот такое вот определение можно еще дать. Так, ну на самом деле, наверняка вы все знаете матрицу и кобер. Проще сказать еще и так, что дифференциал dpc это отображение петокелинейных пространств, у которого матрица является матрица якобе в точке x. У которого матрица, это матрица якобе, вычисленная в точке x. То есть само отображение мы как бы дифференцируем, берем производные первого порядка, и получается вот из них матрица, которая называется матрицей якобе. Она как раз издает отображение касательного пространства в x, касательного пространства в точке psi от x. Вот, я думаю, поскольку все знают, что такое матрица якобе, вот такое определение будет самым, наверное, простым. Так, ну давайте докажем это утверждение 1. Итак, нужно показать, что отображение будет регулярно в точке x0 тогда и только тогда, когда дифференциал его инъективен. Доказательство. Так, давайте сначала необходимость. Итак, все, пусть psi mvn. Так, тогда если мы посмотрим внимательно на то, как устроен образ psi от у при, так сказать, гомеоморфизме бета, то видно, что он у нас имеет какой? Он имеет размерность m. Пересечение с m-мерным пространством, оно очевидно с m-мерным. Значит, получается так, что раз образ окрестности является m-мерным, значит, понятно, что и дифференциал d в psi, в этом случае вычисленный в точке x0, его образ, естественно, тоже будет m-мерным. Касательное пространство к m-мерному пространству, естественно, тоже будет m-мерным. Итак, значит, так, размерность образа будет равна m. Так, ну, а тогда мы можем сказать, что размерность ядра, дифференциала d в psi в точке x0, размерность ядра, она как может быть подсчитана? Ну, по теореме, у размерности, связи между размерностями образа и ядра линейного отображения. Давайте посмотрим. Вот дифференциал d в psi действует из m в n psi от x. Какие касательные пространства, какое имеет здесь размерность? Ну, очевидно, что здесь будет размерность m, а здесь будет размерность m. Соответственно, чтобы найти размерность ядра, нужно из размерности пространства, откуда идет отображение, то есть из m, вычесть размерность образа. То есть размерность образа d в psi в точке x0. Иногда говорят, что это теорема о ранге и дефекте как бы линейного отображения. Такой вот еще термин наверняка вы слышали. Ну, получается, что здесь m минус m, то есть 0. Итак, мы показали, что ядро имеет размерность 0, соответственно, отображение инъективное. d в psi в точке x0. Инъективное. Так, обратную сторону b. Значит, пусть д в psi в точке x0 кинсал инъективен. Так, тогда мы можем сказать, что размерность ядра, размерность ядра д в psi в точке x0 равна 0. Значит, получается, что размерность образа d в psi в точке x0 равна m. Она будет равна m. Так, ну и так получается, что у нас отображение d в psi действует из m в n в psi от x, ну, как бы говорят, с сохранением размерности. Так, ну, можно сказать так, что у нас в этом случае n в psi от x может быть представлено как прямая сумма m d в psi от x0. Это образ, естественно, отображение d в psi. Ну и плюс какое-то дополнительное к нему пространство. Давайте напишем его так, r, n минус m. Правильно? Итак, еще раз, вот этот образ имеет размерность n. Значит, к нему дополнительное будет иметь размерность n минус m. Так, ну вот получается, что у нас как бы есть отображение psi, точнее d в psi, которое действует из касательного пространства в касательное пространство. Вот я хочу его как бы распространить на все вот это вот пространство. То есть на n в psi от x. Давайте так его распространим. Значит, я напишу так, что d в psi действует из из u умножить на u1, где u1 я возьму некоторую окрестность вот этого пространства. Вот так, u1 окрестность нуля r, n минус m в касательном пространстве, некоторой окрестности. Тогда у нас будет d в psi действовать в пространство v. Так, что у нас... Так, наверное, нехорошо d в psi. Давайте так, в psi словно. Продолжение нашего отображения psi. Значит, u у нас известно. u у нас это вот это вот множество. Так, я как бы его... беру прямое произведение на u1, v, причем оно будет действовать у нас так, psi с волной от x, y будет равно psi от x, psi от x, y. То есть вот на этой компоненте, лежащей в r, n минус m, у нас будет как бы просто тождественное отображение. Так, ну здесь я хочу сказать вот что. Что есть как бы такая теорема, что если у нас есть... изоморфизм касательных пространств, ясно поэтому, что у нас в psi с волной, это будет изоморфизм касательных пространств. Касательных пространств, то есть касательное пространство u, здесь у нас уже линейное пространство, будет действовать на касательное пространство n в psi от x. Так, а если есть изоморфизм касательных пространств для многообразий, то локально, так сказать, будет существовать дефиоморфизм окрестности одной точки как бы на другую точку. Отсюда будет следовать, что существует дефиоморфизм, чуть позже, тогда я скажу, что такое дефиоморфизм, из окрестности, окрестности у точки х0 умножить на у1 на окрестность В. Причем так, что такой дефиоморфизм, который задается вот такими вот формулами. Так, ну тогда обратное отображение, скажу, что Пси с волной, оно будет действовать наоборот. Из В в у от х0 на у1, обратное отображение, его мы можем рассматривать как, в силу того, что это дефиоморфизм, как раз как локальную систему координат в окрестности точки у0. Пси минус, словно минус первой, это будет дефиоморфизм из окрестности точки у0, я не буду писать, просто словами пишу, из окрестности у0 в окрестность как раз вот у от х0 умножим на у1. Так, ну и, собственно говоря, в этом случае у нас появляется вот такая система координат на В, вида Пси от х, у, которая, чтобы получить как раз образ нашего многообразия у, то есть Пси от у, нам нужно просто положить у равное 0. То есть получается, что вот опять же, полагая, вот здесь вот у равное 0, вот такую систему, мы получаем, что у нас тем самым задается Пси от у. И так я напишу здесь отсюда будет следовать, что Пси от у задается просто системные условия у равное 0. Ну, а по определению как раз это означает, что выполняется вот такое вот равенство, то есть отображение локальной инъективы. То есть вот эта картинка, она как бы иллюстрирует, что вот это равенство означает. Оно как раз означает, что подходящей системе координат у можно положить равным 0. Так, еще раз, значит, мы здесь опираемся на такую теорему, которая потом сформулирована более четко, что если есть какой-то изоморфизм касательных пространств, то он локально, так сказать, приводит к дефиоморфизму многообразий в соответствующих точках. А в данном случае дефиоморфизм как раз так получается устроенный, что у нас образ Пси от у, образ Пси от у просто выделяется условием то, что какие-то координаты у будут обращаться. Ну, понятно, что эти у-ки будут направлены как-то вот так, в вектор у, вот их нужно будет положить равным 0, чтобы получить как раз вот то пересечение с пространством РМ. Так. Так, дальше у нас пойдет серия определений. Так, давайте вот здесь все сотру. Определение А. Так, гладкое отображение. Гладкое отображение Пси. М. М. Называется погружением. Называется погружением. Если оно регулярно в каждой точке X принадлежащей. Ну, а как мы видели, в стиле утверждения 1 это означает, что дифференциал отображения в каждой точке X, Y, Y, Y. Так, определение B. Многообразие М. Многообразие М. Называется подмногообразие. Многообразие М. Если существует гладкое погружение. Гладкое инъективное. Инъективное погружение. И МВ. Оказывается, инъективность дифференциала, то есть сохранение касательного пространства, его размерности, еще не означает, что инъективно все погружение МВ. Я такие примеры приведу. Поэтому здесь важно еще, чтобы было инъективное погружение. Так, определение В. Определение В. Инъективное погружение. И МВ. Называется вложением. Если М на Пси от М, который содержится в М, является гомеоморфизмом. То есть Пси должно осуществлять гомеоморфизм. Многообразие М на его образ. Так, ну и определение Г. Четвертое. Гладкое отображение. Многообразие. Многообразие. Называется дифференциал. Дифи-морфизмом. Если гладкое отображение. Гладкое отображение. Называется дифференциал. Если А. Пси. Пси. Пси взаимно однозначно. И Б. Пси в минус 1. Которая существует в силу взаимно однозначности Пси. Тоже. Гладкое. И так и Пси и Пси минус 1 должны быть гладкими отображениями. Так, ну сразу такое вот замечание. Если два многообразия диффиаморфны. То есть существует, как говорят, диффиаморфизм этих пространств. То они обязательно имеют одинаковую размерность. Такое замечание. Если М. Дифиаморфно. Н. Вот так пишет такой значок. То их размерности равны. Размерность. Размерность. Так, ну для того, чтобы как-то почувствовать, что ли, вот эти вот определения. Давайте посмотрим такой пример. Так, я возьму просто обычную прямую. Р. Естественной топологии. Возьму плоскость. Так, и давайте прямую. Вот мы эту вложим вот таким вот образом. Так, понятно, что если мы возьмем какую-то точку Х0. Возьмем к ней касательное пространство. И возьмем. Ображение обозначено Пси. Возьмем Пси от Х0. И здесь касательное пространство. Понятно, что у нас касательное пространство будет переходить в касательное пространство. Размерное здесь будет сохраняться. Соответственно, отображение такое будет регулярным в каждой точке. Но оно не является инъективным. Почему? Потому что понятно, что раз прямая самоперетикающаяся, то вот это будет погружение, но не инъективное погружение. Итак, напишу, что пример погружения. Но не инъективного погружения. То есть, вот та прямая крива, которое я здесь нарисовал, она не является подмногообразием. Значит, это не подмногообразие. Нельзя сказать, что это одномерное подмногообразие на плоскость. Так, пример 2. Так, опять же, возьмем прямую с естественной топологией. Возьмем плоскость. Так, и теперь мы так вложим нашу прямую. Так, а вот здесь я напишу точка P какая-то. То есть, при, скажем так, параметре T, взять здесь T, стремящемся к бесконечности, вот этот кусок нашей прямой стремится к точке P. Значит, я утверждаю, что это уже будет подмногообразие. Итак, то, что мы имеем, это одномерное подмногообразие, но не гомеомархизм. Это но не гомеомархизм. А если бы это было бы гомеомархизм, тогда бы это было вложение. Значит, отсюда следует это не вложение. Не вложение. Так, ну давайте вот звонок прозвенел. Как раз это и дадим в качестве первой домашней задачи. Задача 1. Доказать, что в примере 2 нет вложения прямой на плоскость. То есть как раз, что гомеомархизм нарушается, условия гомеомархизма. Так, это первая задача. Вторая задача такая. Рассмотрим отображение F из R2V, которое определяется так. F от xy равно x3 плюс xy плюс y3 плюс 1. Спрашивается, для каких точек, для каких из трех точек, я сейчас напишу точка A, B с координатами 1 третьей, 1 третьей, и C с координатами минус 1 третьей, минус 1 третьей. Ну, давай три точки A, B, C. Отображение, точнее так, прообраз. Прообраз отображения F, вот такой вот, минус 1 F, P, где P принимает значение A, B, C. И сюда в качестве точки P можно подставить любую из трех точек A, B, C. Будет вложенным, прообраз будет вложенным под многообразием V2. Так, ну и последняя задача такая, задача три. Пусть Psi M в N вложение многообразия. Многообразие M в N. Причем известно, что Psi от M замкнуто в N. То есть топология многообразия M, Psi от M образ замкнут. Доказать, что если же гладкая функция на N, если же гладкая функция на N, то найдется гладкая функция на N. Гладкая значит класса C бесконечность такая, что F композиция Psi равно же. Итак, гладкая функция на M может быть представлена как композиция Psi и некоторой гладкой функции F на N. Как бы может гладкая функция с M продолжится на N гладким образом. Вот так вот можно это движет. Все на сегодня. Такие вот три задачи. Субтитры создавал DimaTorzok